У священнослужителей Алматы свои методы борьбы с коррупцией. Отныне в мечетях, церквях и синагогах некоторые проповеди будут начинаться с разъяснений о взятках как тяжкого греха. Если такая групповая терапия не поможет, то духовные наставники возьмутся за индивидуальный подход. Убеждать будут в личной беседе с прихожанами. За новшество выступили почти 180 религиозных объединений, представляющих 17 конфессий. Что может делать религиозная организация? Несомненно, если есть авторитет у того или иного религиозного деятеля, если его голос слышен, если к его словам прислушиваются, если он грамотно и умно ведет работу с теми, кто к нему обращается, конечно же, в рамках своего прихода, в рамках своей общины, то я думаю, что хотя бы вот эта ячейка нашего общества, нашего государства, оно может быть лишено этих пороков. Продолжение следует...